Не все жители девятиэтажек готовы заплатить за замену лифта. Например, Вячеслав Новгородцев, житель дома номер два в девятом микрорайоне, вносить всю сумму денег не хочет, несмотря на то, что его квартира находится на шестом этаже. Я как безработный не могу оплатить. Я только могу частями в течение года или полгода составить договор ЖКХ. Слушайте, да? И тогда я могу проплатить. А сразу эту сумму я не смогу. Кстати, Вячеслав даже при пока еще работающем лифте им не пользовался, спускался по лестнице. В ближайшее время ходить по ступенькам, вероятно, придется всем жителям дома. Лифты непригодны для дальнейшего использования и должны быть заменены до конца этого года, иначе их отключат. А в следующем году за их замену придется заплатить не 15, как сейчас, а уже все 100%. Со следующего года такой уже программы софинансирования, то есть за счет окружных средств, не будет. Будут собственники оплачивать полностью стоимость выполнения работы. Но это очень затратно. На сегодняшний момент стоимость замены одного лифта составляет 2 миллиона 300 тысяч. Для того, чтобы жители смогли участвовать в программе софинансирования, им необходимо провести соответствующее голосование на общем собрании собственников. Директор управляющей компании «Жилкомсервис», в ведении которой находятся девятиэтажки, утверждает, что такое решение вряд ли будет принято. Ведь даже прийти на собрание большинство жильцов не желает. Из 90 квартир может собраться квартир 12, 5 квартир. По словам Виктора Романа, жители редко реагируют на просьбы ответственности подойти к управлению своим общим имуществом. Есть и такие жильцы, которые планируют продать квартиру и видят нецельсообразным вложение денег. При продаже любой квартиры, если лифт не будет работать, я хочу сказать, что цена квартиры резко падается. Это однозначно. Если есть новый лифт, это как гарантия стоимости квартиры больше при продаже. Если все же у жителей хватит сил и времени собраться и принять решение об участии в программе софинансирования, то, по словам Виктора Романа, в течение месяца в Губкинске привезут новое лифтовое оборудование. И уже к Новому году оно будет установлено. Алексей Бычаев, Александр Анфимов. Новости Губкинского.